Нужно использовать перемогу, чтобы я не смогла использовать. Я не смогла взять обезда. Ну да, правда. Я не смогла взять, что я не смогла взять. Кто-то я на зверь, как у меня на бляжне моей слайде. Сказал один мой приятель, не пропавший. Зайдите вам прийти. Ну, господа. Хорошо. Зайдите. Добрый день, уважаемые господа. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие друзья. Я очень рада, что смогла приехать сюда, к вам, на это торжественное событие. Приехала я уже, уважаемому профессору говорила, через «не могу» на самом деле, потому что такое время, когда очень много мероприятий в начале лета и в конце года, это мы все знаем. Но мне приехать не могла, в первую очередь, потому что отношусь с глубочайшим уважением к этим людям, которые здесь работают уже очень много лет в области бальтистики или славистики, которые достойно поддерживают одну из самых важных для бальтистики традиций, которые с гордостью взяли ответственность до контакты литовских, латышских и русских ученых. Это в первую очередь. Вторую очередь. Мне очень приятно, что сбывается мечта Владимира Николаевича Топорова. Про это я даже написала вот в этой книге, которую я привезла в подарок. Это книга воспоминаний о Владимире Николаевиче Топорове. Топорове — это его статьи, это разговоры его соратников. И про это пишется в этой книге, что мы очень рады, что мечта сбывается, что этот центр де юре будет существовать, так как де факто он уже существует много лет. И со своей стороны я при всей этой аудитории хочу заверить, что институт литовского языка тем, чем сможет, тем, чем может, он всегда будет помогать, в первую очередь, конечно, литературой, своими идеями, своими научными знаниями. Но мы, как и все люди, грешны. Мы, как и все люди, чуть-чуть эгоистичны. И это делаем не только потому, что поддерживаем этот центр, как центр бальтистики и словистики, но мы надеемся на тот взамен, который для нас очень важен. На сотрудничество с учеными центра, на то, что наши идеи будут совместные, они будут генерироваться, они будут поддерживаться, что у нас будут совместные работы, совместные проекты, что мы будем генерировать совместные научные идеи на благо и в честь бальтистики, словистики и в память, светлую память Владимира Николаевича Топорова. Я хотела бы вручить эту книгу в библиотеку центра, а также я бы хотела это вручить лично профессору Иванову, так как он был член редколлегии этой книги и автор одной из статей, которая там перепубликуется на литовском языке, литовским читателям. Так, будьте добры, примите это. Вот, а тут еще у меня книги для дочерей, но я думаю, может, Татьяна Владимировна передаст или как-нибудь попозже. А на чаепитие, я прошу меня извинить, что действительно было такое напряженное время, что действительно я не успела купить ничего литовской. Это московские конфеты, но они спасают меня своим названием, хоть они называются визит. Вот, это к совместному с Теепити. Удачи вам, всех благов, крепкого здоровья от всей души, от Института Литовского языка. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Мы очень рады, что мы смогли послушать нашего дорогого друга Еланту. И теперь я предоставляю слово одной из тех, кто создал все это направление в нашем институте. Тамара Михайловна Судьи говорит об истории Бабы-Поёвки. Бабы-Поёвки. Я не могу туда говорить. Вначале я хочу с благодарностью вспомнить и помянуть тех, кто не дожил до неоткрытия Балтийского центра, чьими трудами создавалась и сохранялась в институте традиция балтословистики. Владимира Николаевича Топорова, Владислава Марковича Ильича Свиточа, Олега Николаевича Трубачева, Никиты Ильича Толстого, Лидии Георгиевны Невской, Евгения Арнольдовича Хилимского, Смыл Борисовича Бернштейна. В его сравнительной грамматике большой раздел всегда посвящен был балтословистике. Тема моего доклада «История балтословистики в Институте славяноведения». Начальной датой, по-видимому, является 1958 год. Таким образом, история нас насчитывает уже более полувека. Время моего доклада 5 минут. Я боюсь либо все забыть, либо впасть в воспоминания. Поэтому я прошу заранее прощения, если что-то будет не так. Год 1958, начало, так сказать, отсчета, это год четвертого Международного съезда словистов. На съезде в Москве был прочитан доклад Вячеслава Всеволодча и Владимира Николаевича в постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков. Мы, я, студентка, и Светлана Михайловна Толстаева, студенты, студентки третьего курса тогда, имели счастье быть на этом докладе. Доклад произвел на нас впечатление, может быть, даже не столько своим содержанием, сколько энергичностью и убедительностью. И с этого дня, с этого времени, можно сказать, вот такой интерес к балтославянской проблематике стал ведущим занятий уже студенческих. На съезде была учреждена комиссия по балтославянским языковым отношениям. В 1960 году, это тоже воспоминание еще студенческое, состоялось первое, оно называлось, координационное совещание «Актуальные проблемы славяноведения». На этом совещании был доклад Владимира Николаевича о проблеме балтославянских языковых отношений. В докладе была изложена программа «Целесообразные аспекты балтославянской проблематики», взятая в лингвистическом плане, охватывающая сферы типологического, генетического и пространственного реального исследования. Собственно, этот доклад и стал такими программами в деятельности дальнейшего нашего сектора. Дальше я просто, мне кажется, надо перечислить те работы, которые велись в нашем институте в это время. Я уже упомянула, вот здесь, видимо, совместная работа Владимира Николаевича и Олега Николаевича Трубачева «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья». Работы покойного Ильича Свиточа и Владимира Антоновича Дебо по реконструкции балтославянской акцентной системы. Одним из таких важных направлений стало реальное исследование области балтославянского этноязыкового пограничья. Когда мы со Светланой Михайловной в 1961 году были приняты в институт, то первое, что Владимир Николаевич отправил нас в экспедицию в Литву. Это время было, время в истории науки замечательное, время собирания материалов, в это время создавались атласы диалектные, литовские, белорусские, польские. И вот участие в этой экспедиции, вот я помню, как мы вернулись, и Владимир Николаевич ждал нас в секторе в Трубниковском переулке. И когда мы вошли, он запел пемпеля, пемпеля. Чему-то мне это помнится, потому что это было выражение необыкновенной радости, что он жил вот этой надеждой, что балтославистика в нашем институте будет существовать и развиваться. Я не знаю, перечислять, работы всем известны, труды и Владимира Николаевича, и Вячеслава Всеволодча. Я могу сказать, что... То есть просто перейду к каким-то вехам. Были изданы несколько, так сказать, вехами в истории балтославистики в нашем институте. Стали сборники балтославянский, первый из которых вышел в 1972 году и был посвящен памяти Иоанна Атремского и профессора Козлаускаса. Балтославянские исследования 1974 года и балтославянские этноязыковые контакты 1980 года. Это три сборника, которые предшествовали созданию серии «Балтославянские исследования». В декабре 1978 года в институте состоялась первая международная конференция, Балтославянская международная конференция, в которой участвовали ученые не только Литвы, Латвии, но и Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Восточной Украины. Резолюцией этой конференции было решение о создании, ходатайство о создании ежегодного серийного издания, посвященного проблемам балтославистики. И в 1980 году, 14 февраля, бюро РИСО редакционного издательства Совета Академии учредило ежегодник балтославянские исследования. как издание, которое было посвящено сравнительно историческому, реальному в плане теории языковых контактов, типологическому и этнокультурному исследованию балтийского и славянского ареалов на языковом материале. Ну вот дата рождения ежегодника нашего, которому исполнилось уже 14 февраля, предпразднество Сретенья как раз Господня. В 1981 году вышел первый тон, а в декабре 1983 года состоялась вторая международная конференция «Балтославянские ответно-языковые отношения», в историческом и ареальном аспектах. Надо сказать, что в эти годы, в веянии времени, было такое международное сотрудничество. И у нас был план, если вы помните, Вячеслав Ильич, назывался «Целевой проект 38», который обозначал сотрудничество трех институтов. нашего института ученых Польши и Германии. И у нас планировались совместные работы. Одна из них, как раз если бы мы тогда выполнили этот план, в 1989 году предполагалось его закончить, но у нас в это время как-то все... не то, что приезжали, но у нас и были задерживаются здания балтославянских исследований, как бы некоторое время было не до этого. А вообще, вот есть этот план коллективной монографии. Общая проблема, как раз и директор института литовского языка говорила о совместных проектах. Вот один план готовый, у нас уже есть, его можно было бы принять за основу для дальнейших. Это коллективная монография, которая называется «Общая проблема балтославянских этнолингвистических контактов в реальном антиохроническом аспектах». Сектор структурной типологии, как сторона ответственности за подготовку монографии, и вот предложила проспект «Индоевропейские основы балтославянской проблематики» первая часть. Автор Вячеслав Селыч Иванов. «Проблемы балтославянских языковых отношений» Вячеслав Селыч и Владимир Николаевич. «Исследование по балтославянской топонимике» Владимир Николаевич Топоров. «Исследование диалектной области современного балтийско-славянского этно-звукового пограничья» Судник. «Исследование по балтославянской фольклористике» Этнолингвистический аспект. Лидия Георгиевна Невская. Балтийская и Балтославянская фонология. Маркарита Ивановна Лекомца. Балтославянская акцентология. Владимир Антонович Дыбой и Сергей Львович Николаев. Две другие темы международного сотрудничества. Балтославянская топонимика и аномастика. За нее отвечала польская сторона. И терминология балтославянского бортничества и пчеловодства. Это институт языкознания Академии наук в Росточной Германии. В 1990 году, 18-22 июня, состоялась конференция Урала-Индо-Германика. Балтославянские языки и проблемы Урала-Индоевропейских связей. В которой участвовали ученые из множества стран. Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Латвии, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Чехословакия, Эстония. Издан сборник тезисов и специальный том балтославянских исследований, посвященных этой конференции. Я помню, что когда было принято решение и стал выходить ежегодник балтославянские исследования, то один из участников этих исследований на протяжении этих лет сложился круг авторов, очень тесно между собой связанных. Те нити научного сотрудничества были протянуты между всеми участниками нашего ежегодника. Были экспедиции совместные, конференции и просто встречи. Я помню, что покойный Норберт Велюс сказал, что рад, приветствую за создание ежегодника. Хорошо будет, если хотя бы 10 томов выйдет. Слава Богу, вышел уже 18-й том. Создание Балтийского центра усиляет надежду, что и издание будет продолжаться, и работы по балтославистике будут продолжаться. Но надо сказать, что это традиционная для русской лингвистической науки область знаний балтославистика. Ведь Владимир Николаевич и Вячеслав – все ученики профессора Петерсона, который, в свою очередь, был наследником школы Фортунатова и учеников его. Так что хочется пожелать Балтейскому центру и процветания. Дай Бог, все. Простите. Большое спасибо. Большое спасибо. Института Владимиром Николаевичем Топоровым и Вячеславом Всеволодовичем Ивановым и другими крупными учеными. Как мы видим, стало большим событием не только для Института славяновидения, но и для научных учреждений Литвы и Латвии и других европейских стран, в которых интенсивно занимаются изучением бальтийских и славянских языков и их взаимоотношений. Институт литовского языка тоже понял значение этих исследований и создал уникальную группу литуаника, в которой работают четыре словисты, исследуя языковое наследие Великого княжества Литовского. Я просто хочу поделиться своими некоторыми соображениями с вами. Мы живем в очень интенсивное время, на нас обрушивается масса информации, масса новых изданий, в которых мы ищем и не всегда находим подтверждение своих мыслей, гипотез, исследований. С одной стороны, очень многое стало нам доступно, с другой стороны, мы живем еще в мире границ и виз, и радуемся, что они не могут препятствовать передвижению научной мысли. Нам очень важно знать, что мы делаем в своих институциях, над какими темами мы работаем, какому направлению или течению мы отдаем предпочтение. Лингвистика развивается очень интенсивно, к нашему распоряжению новые тенденции и направления, как будто заставляющие нас порой отбрасывать то, что было достигнуто в XVIII, XIX и последующих веках. Становятся вопросы, ставятся вопросы, диахрония или синхрония, сравнение или типология, с какой точки зрения исследовать балтославянские отношения. Думается, что мы все прекрасно понимаем, какое мощное явление предоставляла историка сравнительное языкознание. И будем честны, каждому поколению ученых еще есть что исследовать и в этом направлении. Возьмем бы хотя развитие балтославянского ономастикона, тем более, что еще удается разыскать много новых эмпирических данных. Многие лингвистические направления выдержали экзамен времени. Это самый жесткий экзамен. Как будет с новыми направлениями и тенденциями, узнают уже, к сожалению, другие поколения. Мы об этом не узнаем. Упорно работая над своими темами, мы порой не имеем ни времени, ни сил посмотреть, что делается вокруг нас, а это для науки может стать роковой ошибкой. Порой и задумываюсь, возможно ли в наше время параллельное открытие закона Сосюера-Фортунатова и как бы развивалось общение, допустим, с Бодоэном де Куртене. Другой вопрос, что было, если картотека Владимира Николаевича Топорова, я имею в голову картотеку русского словаря, была оставлена только лишь в электронном виде, а не в письменном виде. Тогда, может, одно нажатие кнопки и картотеки бы вообще не существовало, потому что техника гораздо чаще нас подводит, нежели людские ресурсы. Картотеки, архивы, в которых хранятся бесценные материалы, невзирая на интенсивность исследования, еще содержат многое, которому не прикасалась рука ученого. Собранный нами эмпирический материал бросает вызов, как правильно заметила директор нашего института Яланта Забарскайте. Обобщайте меня, пишите синтезы и делайте обобщение, делайте выводы. Это, к сожалению, не каждому дано и может быть не в центре балтославянских исследований и других институциях, занимающихся исследованием в области бальтистики и словистики, они будут рождаться. Обычно синтези рождаются в головах ученых, независимо от их принадлежности тому или другому центру, тому или другому направлению. Но центры сотрудничества, обмен идеями могут и должны способствовать новым открытиям или отдаче старых долгов. Как, допустим, литовское языкознание еще не издало свой этимологический словарь литовского языка. За нас это сделали немец Фрэнгель и поляк Войцек Смочинский. Этимологических словарей прусского языка мы имеем даже шесть. Их написали немцы Несельман, Берникер, Траутман, латыш Янис Энзелин, русский Владимир Николаевич Топоров и литовец Витавтас Мажюрис, который недавно скончался от тяжелой болезни. Тем, которые были доступны источники, в которых сохранялись памятники письменности и другие данные, стали их интенсивно исследовать. Что было с прусской аномастикой, если бы не Герулис и Траутманас, если бы они не пошли в архивы, в которые лично мне доступ стал только в середине 90-х годов прошлого столетия. Каждое поколение ищет свой поход к источникам, читает их и работает над ними даже, но уже исходя из опыта предшественников. Мы очень рады, что в Институте славяновидения, в Центре Балтославянских исследований, есть и молодые ученые, прекрасно знающие балтийские языки и усердно исследуя разные аспекты этих языков. Центр как бы подтверждает высказанное Блюмфилда. Если хочешь сравнить два языка, нужно знать хотя бы один из них. И эти ученые знают эти языки, и они помогают нам своими мышлениями, своими идеями и так далее. Балтославянские отношения – это не только языковые, но и литературные, фольклорные, мифологические, этнокультурные. Это отношения между учеными, это отношения между людьми. И как я могу забыть знаменитые конгрессы бальтистов в городе Вильнюсе, когда по улице Чурлёня спокойно идут Вячеслав Всеволодович Иванов с Вольфгом Шмидом и рассуждают, как развивалась буква А в балтославянских языках. Как мы можем забыть многие те моменты, когда просто можешь так взять и из Москвы позвонить самому Иванову и сказать, уважаемый академик, мне срочно нужна ваша подпись, потому что нужно отправить факс в Литву. И мы ищем эту подпись, и мы отправляем, потому что созревает, может быть, новый проект, в котором уже возможно глубокое сотрудничество двух институтов. И мир ученых ничего нового не придумал по сути. Мы берем свои идеи от предшественников, мы читаем их книги, находим подтверждение или опровергание своих мыслей. Мы наблюдаем за тем, что происходит в мире, и мы все вносим в свою лепту, иные скромную, другие более яркую, в изучении не только балтославянских языков, но и в изучении этих культур, традиций, в изучении мировоззнания, в изучении ментальности наших народов. И я тоже, как директор нашего института, вот эту кучу книг привезла вашему центру. Здесь и грамматика Шляйхера, которую мы издали недавно. Здесь и другие источники, и наша периодика. Я вам ее торжественно вручаю и желаю центру всего самого лучшего. А мы со своей стороны обязуемся быть не только друзьями, но и верными партнерами. Замечательно, спасибо. Я думаю, что мы все присоединяемся. И в следующем выступает броня Тунджайне Бриндес, литовский фольклор, важная часть фольклор. Да. Фольклор, когда-то имевший ценность и смысл на основе своей многофункциональности в каждом социуме, сегодня в наши дни отступал, отступал и, наконец, почти совсем ушел. Писал недавно профессор Донатас Саука в своей книге по литовскому фольклору. И еще он утверждал, что если фольклористы сегодня не займут какую-то нибудь междисциплинарную позицию, их профессиональная потребность почти совсем отпадет. Однако, сегодняшние полевые исследования показывают как бы немножко другую ситуацию. Хотя фольклор исчезает, теряет свою актуальность, но он вместе с тем приобретает и новые формы. И теперь, как сегодня принято говорить, если тебе предоставлена трибуна на пять минут, сделай рекламу своей работе. Я хочу несколько слов сказать о Институте литовской литературы и фольклора. Институт является центром фольклористики, в архиве которого хранится почти два миллиона фольклорных единиц. Это имеется в виду и сказки, и песни, и пословицы, и загадки, и заговоры. Но я должна сказать, что в настоящее время собирание этого фольклора уже не есть основная задача. Теперь мы следим за сегодняшнюю фольклорную культуру. Так, теперь в поле зрения есть те жанры, те формы фольклоры, которые раньше не было в поле внимания. Я имею в виду, например, истории человеческой жизни, сны, как тексты фольклора, устная религиозная проза, воспоминания. Иногда нам кажется, что нами записывается сегодня новый фольклорный текст, корни которого уходят далеко в древнюю фольклорную подпочтву. Еще я должна сказать, что приоритетом фольклорных исследований сегодня, как и раньше, остаются источники, самые главные источники, так называемые фундаментальные фонды, своды фольклора. Например, в этом году свет должен увидеть 21-й том песенного свода. Намечается всего 35 томов. В печати сегодня есть второй том литовских пословиц и поговорок, также большой свод литовских заговоров. В ближайшее время тоже к опубликованию готовятся волшебные сказки, этиологические рассказы. По-моему, это материал, объект для балтославянских исследований, а вообще для балтыстов и словистов. И я смелюсь принять, выражать приветствие от имени всех литовских фольклористов и еще надежду, что именно фольклор, как его древнейшие слои, так и сегодняшний дискурс, не потеряет своего значения в глазах балтославянских исследователей. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Дамы и господа, дорогие коллеги, я как декан одного из крупнейших факультетов Латвийского университета имею честь предлагать вашему вниманию информацию о нескольких направлениях развития наших совместных студий, начало которым было положено предыдущие годы и сегодняшнее событие хороший повод для подведения некоторых итогов и выработки новых стратегий для дальнейшего академического сотрудничества. Структуру факультета филологии и искусств университета Латвии составляют три отделения – классической филологии, словистики, а также латвистики и балтистики. Последнее, самое крупное отделение факультета состоит из пяти кафедр Балтийского языкознания, латышского языка и общего языковедения, фольклористики и этнологии, истории и теории латышской литературы, а также кафедра театроведения. Учебная и научная деятельность любого из названных подразделений факультета в большой или меньшей мере, конечно, связана с балтославянскими исследованиями. И поэтому для нас, латвийских филологов, открытие Центра балтославянских исследований в Институте славоведения Академии наук – это замечательное событие и отчасти тоже символическое событие, так как оно происходит в год юбилея Латвийского университета. 90 лет жизни Латвийского университета включают в себя десятилетия тесных контактов с российской наукой и в гуманитарной сфере. И последние десятилетия были актуализированы несколько тематических доминант, охватывающих интересуемую область. И прежде всего это первый в новом тысячелетии международный сборник Акта Балтика. В апреле 2001 года в рамках 80-летия Риги в стенах Латвийского университета состоялась конференция, в которой приняли участие ученые из России, стран Балтии, Соединенных Штатов, Польши, Израиля и Финландии. Инициатором этой конференции был филологический факультет Латвийского университета и профессор Стэнфордского университета Лажар Флейшман. Проблематика конференции отразила растущий международный интерес к научному изучению культурного наследия русского и шире славянского населения при Балтийских странах в период между двумя войнами. В 2002 году усилиями нашего факультета и Латвийской академии наук были изданы труды «Сравнительное литературоведение в Восточной Европе и в мире интерпретация и теория», а также монография академика Вера Вавера и профессора Лудмила Спроди «Начало латышского модернизма и русская литература Серебряного века». Начиная с 2003 года филология нашего факультета активно сотрудничествует с международных проектами трехсотлетия Санкт-Петербурга и страны Балтийского моря. Специфические черты самодостаточности культурного функционирования различных национальных общин, конфессиональных групп в прибалтийских регионах столь значительны, что это стало условием проведения нескольких научных форумов в России. В Калининградском университете на перекрестке культур русские в Балтийском регионе, в Литве перекрестке культур, этно-конфессиональные процессы в Балтийском регионе, здание связи и дивергенции, на базе Латвийского университета. Эти дискуссии были продолжены в Юрмале 2005 года. И Татьяна Владимировна Цивьян и Мария Вячеславовна Завьялова несомненно помнят конференцию «Балтийское приграничье. Мифология и культура». Проблемой геополитики, культуры, диаспоры активно занимается академик Янина Курсите, хорошо известная московским коллегами. Бучей профессором кафедры фольклористики и этнологии, она ежегодно руководит экспедицией пограничные районы Белоруссии, Украины, Литвы, Польши, Сибири. И мне тоже пришлось присоединиться к одной экспедиции. Я была очень рада услышать живую латгальскую речь Новосибирской области, деревни Тимофеевка. Мы рады, мы действительно рады инициативе предпринятой Академии наук России. Это еще более будет способствовать нашу взаимное сотрудничество. И мы привезли вам тоже небольшой, но ценный подарок. Мы привезли книги, рига с текст, рижский текст на трех языках. На русском, на латышском и тоже на английском. И классический жидкий сувенир, черный бальзам из Риги. И я лично могу сказать, что это для меня большое переживание. Я много слышала о Вячеславе и Венове. Но видеть вас и слышать вас, это действительно наслаждение и вдохновение для нашего дальнейшего сотрудничества. Спасибо же вам ваше внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас небольшое изменение из-за того, что Владимир Александрович Диан немножко задерживается и позже сможет прочитать свой доклад сегодня. Мы сейчас послушаем нашего друга, который приехал к нам из Берлина, Райнер Экер, один из первых, кто с нами вместе начинал все эти занятия в полувека назад. Некоторые изменения из-за того, что Владимир Александрович обозначил обозначение обозначение обозначения обозначения обозначения. Прошу прощения, можно ли покончить? Дорогие коллеги, прежде всего я хотел бы поблагодарить Вячеслава Всеволодовича Иванова за любезное приглашение на торжественное открытие центра и Марию Вячеславовну Савьялову, принимавшую большое участие в реализации моей поездки. После 1990 года, когда здесь, в Москве, состоялся Международный съезд Маприал, я не был в городе моей алмаматер. Поэтому я очень счастлив участвовать в этих торжествах. Разрешите мне сказать несколько слов. На языке, пожалуй, господствовавшем в первый период развития бальтославянской проблемы. Премия Августа Schleichера и последовавшие ему десятилетия на немецком языке. Es ist mir eine hohe Ehre und zugleich eine große Freude und Genugtuung. Hier und heute die Eröffnung eines Zentrums für baltoslawische Forschungen in der Hauptstadt Russlands erleben zu dürfen. Вернт в одной рейне университаре Инричтунген в Деуцчланд и в некоторых других странах die Baltистик wegrationalisiert wird und bedenkliche Einbußen erfährt, wird hier in Moskau eine neue, und zwar baltoslawische Forschungseinrichtung institutionalisiert. Seit einem halben Jahrhundert hat hier eine Entwicklung stattgefunden, die Moskau zum Mekka der Baltoslawистik werden ließ. Hier haben 1958 Vyacheslav Selvich Ivanov und Wladimir Nikolaic-Taparov ihre neue Hypothese von der Herkunft des Slavischen aus einem peripheren baltischen Dialekt begründet. Hier hat Wladimir Antonovic-Dubo die Moskauer Schule der baltoslawischen Akzentologie entwickelt unter Anteilnahme des allzu früh verschiedenen Wladislav Markovic-Ilicz-Svetic, der auch ein Studienfreund von mir war. Hier hat Wladimir Nikolaic-Taparov an seinem Opus Magnum, dem altpreußischen Thesaurus, gearbeitet. Wie schade, dass er diesen heutigen Tag nicht erleben durfte. Hier am Institut für Slawenkunde hat der Leiter des Sektors für slavische Philologie, Samuel Beresowitsch-Bernstein, mein unvergessener Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versammelt, die sich in den verschiedenen Bereichen der baltoslawischen Problematik hervorgetan haben. Seien es die Forschungen zur vergleichenden Mythologie, zur Rekonstruktion des baltoslawischen Textes, zu den baltisch-balkanischen Beziehungen, zur Folkloristik und zur Ethnolinguistik des baltischen und slavischen. Und hier in Moskau erschienen und erscheinen die Bücher «Baltoslawianski i Sledovanie», die unsere Wissenschaft mit so vielem bereichert haben. Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang viel Erfolg, Glück und Segen für Ihr Zentrum zu wünschen. Vivat, kreskat et floriat, baltoslawistika. A теперь перехожу к своему краткому сообщению к некоторым дополнениям к этимологии baltoslawianского обозначения «Опоротня», которые будут за неимением времени крайне фрагментарными. я исхожу из доклада Вячеслава Всеволодовича Иванова, который был опубликован в материалах к 14-му международному съезду в Охриде. И здесь имеется раздел, который специально был посвящен названию «Опоротня» в палтославянскому. Проблема измерения начала слова в палтийском «Палтославянское название опоротня» вы написали. Причём вся суть сводится к тому, что это название видимо сложение «Вильк плюс Тлак» «Вольфбер». И в подтверждение к этому Вячеславович привёл древнеисландский «Ульфберн» и древневерно-немецкий «Вольфберро». Надо сказать, что мне удалось в палтийских народных песнях, исходя из материала собрания баронца найти такие сочетания типа «Твантва». Именно «Вильки-Лачи». В одном случае с обратным порядком «Лачи-Вильки». причём у «Фюрикера» в словаре, который был издан профессором Тревором Фенелем, приводится тоже название этого опоротня в старо-латежском, и он там указывает как перевод на немецкое «Беррвольф». И это «Беррвольф» мы находим и в словаре «Гриммов», и в некоторых других источниках ранее новонемецких, позднее средненемецких, и может быть даже нижненемецких. Так что имеется интересный дополнительный материал к тому, что вы установили с такой убеждающей силой в вашем докладе, который был опубликован в материалах, то есть в докладах российской делегации в Охриде. Надо сказать, что «Обродин» в какой-то мере, это вы тоже писали об этом, связан и с свадебным обрядом, в частности, те случаи, которые я исследовал на материале народных песен баронца. «Обродин». «Обродин» и «Обродин». И в других случаях он всегда в какой-то мере связан с свадебными обрядами, то есть в свадебных песнях выступает. и в русской народной песне, в знаменитом собрании народных песен Киреевского, тоже есть яркий пример такого употребления, когда появляется «Обродин», который является женихом. «Брали, брали девки лён, брали, выбирали, землями обивали, боялись девки, то серого волка, не того волка боялись, что по лесу ходить, там, с мягким ты, что по лесу ходить, серых овец ловить, а того волка боялись, что по полю рыщить, красных девок, и день взялся паренёк, схватил девку поперёк, схватил девку поперёк, со щелковый поясок, повёл девку в лесок, сапин за колоду, сапил в берёзу». Ну и потом дальше ещё идёт эта песня, я это уже не препожу здесь, но сначала идёт речь о волке, о пособом волке, который девок ищет, а потом вдруг появился паренёк. Это и есть этот чених, который потом с этой девушкой ушёл в лес, причём этот пин за колоду и белая берёза, это такие пункты, границы между лесом и между миром людей. Так в русских народных песнях и в латышских народных песнях очень ярко выступает вот эта связь опоротня с шенихом, и особенно наглядно эти сочетания типа виль пилачи, они подтверждают вашу основную идею. Я с большим удовольствием читал ваш доклад и очень сожалел, что вы не могли приехать в Охрид, но я имею сейчас возможность здесь говорить об этом. Большое вам спасибо. Спасибо. У нас времени нет докладчика. Мы сейчас делаем перерыв. насколько вот сейчас у нас примерно четвертая робота, значит, мы можем также перерывать, да? Даже больше. все по нам разрешить. Черный час должен перерыв начать три часа. Придур к трех до трех до трех часов. том кто не знает идти. Тех кто не знает это я чудеса мужчина до города